приветствую вас друзья на связи роман душкин это научно-просветительский канал душкин объяснит у нас сегодня посиделки у душкина очередной раз и наш сегодняшний гость довольно интересный человек это алексей рядозубов автор двух очень прикольных книг эта книга мозг на прокат про которая кстати рассказывал здесь вот здесь там обозревал ее и у него еще есть книга холодные эмоции нет цветные эмоции холодного разума так ждем алексея мы с ним хотим поговорить на очень очень интересные темы поскольку алексей конечно же является специалистом в области искусства интеллекта поэтому я его приглашаю к нам библиотеку на посиделке что-то он не заходит вот он алексей прошу любить и жаловать алексей рядозубов так алексей приветствую слышно да привет привет сейчас с видео разберусь так разбирайся пока с видео я кратенько скажу я уже представил тебя нашим зрителям рассказал про книги мы обязательно там внизу в комментариях закрепим какие интересные ссылки которые от тебя будут ну расскажи кратенько вообще кто-то такой зачем зачем тебе искусственный интеллект когда своего не хватает или надо еще что-нибудь со стороны взять искусственный интеллект это то что меня всю жизнь волновало чем занимался еще там чуть ли не со школьных лет причем да действительно чуть ли не со школьных потому что я помню на первом курсе института написал программу которая сейчас будут назвали там вот то что делают гпт-3 генерация там всяких текстов продолжений и так далее да все эти архитектуры и алгоритм они вот в принципе были понятны уже тогда и уже тогда были очень хорошие я тогда уже написал вот такие генераторы которые по тому что по результату при очень похож такое ощущение что вы рассказываете историю моей жизни у меня примерно то же самое было я также начал свое движение к искусственному интеллекту в школьном возрасте и тоже с чат-бота с обработки естественного языка но вот что касается сегодняшнего дня да вот когда мы начинали это была была вторая весна искусство интеллекта потом началось началась глубокая зима а сегодня у нас такой хайп искусство интеллекта вот как каково твое отношение относительно вот этого текущего хайпа какое твое мнение будет третья зима или все-таки мы сейчас в лето выходим есть большое большая надежда что все таки выходим в лето но не прямым путем за счет там брутфорса и того что вот этот хайп дальше куда-то вынесет а за счет того что будет все таки резкий поворот и будет изменение парадигмы но это вот то за что я все время рассказываю это принципиальное отличие сильного искусственного интеллекта от обычного искусства интеллекта и ну необходимость понимания что такое смысл и вот той архитектуры которая свойственна человеческому мозгу опять как ты говоришь представься я кроме того что занимаюсь математикой искусственным интеллектом я по образованию математика я долгие годы занимался нейрофизиологией у нас есть институт мозга в санкт-петербурге вот вместе с академиком святославом селдом мы сделали фонд поддержки исследований мозга и вот в рамках этого фонда какие-то исследования в плане нейрофизиологии идут но самое то главное что желание какое сблизить понимание того как работает естественный мозг с теми архитектурами которые возникают для компьютера и тьфу 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 кажется что наконец удалось это не то что до конца реализовать но по крайней мере удалось это понять достаточно глубоко это очень интересно это очень просто интересно и если можно мой такой вопрос а насколько вообще вот с твоей точки зрения инженером программистом даже математиком ученым необходимо изучать нейрофизиологию и вообще устройство нервной системы человека для того чтобы понимать как нужно правильно делать системы искусственного интеллекта и искусственных интеллектуальных агентов на уровне бытовом вот я занимаюсь там нейронными сетями и так далее давай-ка еще посмотрю как работает мозг это практически бесполезно потому что все таки нейрофизиология штука которая накопила колоссальный объем материала и не человек неподготовленный утонет там запросто ну более того как в любой относительно молодой области вот все что касательно работы мозга можно там разделить на две части это экспериментальная часть мы сделали проверили и что-то показали и вот оно как нам кажется вот факт как как организованы там не знаю связи нейронов как как какие какого уровня идут там электрические потенциалы как они распространяются как вот это все какая химия при этом работает все такое нейромедиаторы это факты а второе это толкование как теперь из этого мы истолкуем это все чтобы объяснить работу мозга вот то что сейчас касательно фактического материала он замечательным его много что касательно объяснений до 99 процентов это девяносто девять и девять и девять и девять и девять это все неверные объяснения и пытаться их слушать это себя только завести помню но это везде так бывает пока не наступит понимание пока не победит правильный ответ а тут тот случай когда правильный ответ есть приходится вот в этой ситуации жить поэтому бросаться скажем слушать все подряд как устроен мозг нет но меня смущает вот что я в своей практике встречал людей которые будучи программистами у них вот резюме программистом они знают какие-то языки программирования они приходят работать но они даже не знают каких-то математических основ своей своего ремесла я бы даже не искал от работы это именно ремесло они такое ощущение что они просто научились как обезьяны правильно нажимать на правильные последовательности кнопок и сегодня то же самое часто вижу среди дата сайентистов которые наблатыкались так скажем в области нейросетевых моделей машинного обучения и вот эти нейросетевые модели клепают теперь там совершенно не требуется никакого понимания того что лежит в основе этого давай побольше слоев сделаем пошире вход сделаем миллионы образцов туда загрузим и вот она построится модель а как она работает почему она так работает да кому это интересно и такое ощущение что результат почему нет но алексей у меня вот какой вопрос фактически получается что наш естественный интеллект который там вот нейросеть вот у этих людей она то сделала то что мы называем переобучением она очень сильно сфокусировалась на вот этом процессе не совершенно не понимая того что происходит так скажем что там происходит как какие вот принципы лежат в основе можно ли это сделать так или иначе где-то оптимизировать и так далее вот это меня пугает я как бы смотри более оптимистичный есть автомобиль современный автомобиль произведения искусства но для того чтобы водить совершенно не надо знать как он устроен если автомобиль сделан хорошо садись получай удовольствие за рулем развози пассажиров там или базе груза никто тебе слова не скажет упрек в том что водитель не знает как устроен автомобиль ну раньше когда они все время ломали стекли и так далее и считалось ну я должен обязательно мало ли что случится знать как залезть под капот сейчас идут на уровне да лучше я вообще не туда не полезу потому что есть специально обученные люди которые сделают это лучше и не сломают то как сейчас затащили вот эти фреймворки для нейронных сетей в принципе для людей которые могут почувствовать себя за рулем гоночного болида даже не имея представления о том как он устроен и слава богу вот другое дело что сами архитектуры которые сейчас существуют они имеют некое потенциальное ограничение это уже вот фундаментальный вопрос откуда она проистекает и вообще что это за ограничение и вот это ограничение многие не понимают еще и предстоящий как бы предстоящая революция в области искусственного интеллекта она как раз и связана во многом именно с осознанием вот этого ограничения а это очень плотно пересекается с вопросом о том надо ли знать нейрофизиологию мозга и ну и вообще как он устроен в чем подвох давай тогда может быть я быстро опишу это да вот это интересно очень и очень интересно дело в том что свое время когда стало понятно что вот есть нейроны у нейрона есть соответственно один длинный аксон который ветвится есть дендриты которые тоже ветвятся и аксон и дендриты имеют свойство пересекаться и вместе соединения образовывать контакты называется синапсы вот это не единственное что у них есть но тем не менее вот под огромное число вот этих синапсов которые контактов двух нейронов соответственно аксон дендрит навеяла вот эту мысль что а как же работает нейрон да а наверно ему на входы на вот эти синапсы которые у него на дендрите расположены подаются сигналы с аксонов потом эти сигналы как-то суммируются видимо не просто суммируются с весами определенными то есть у каждого синапса своя чувствительность и если этот сигнал достигает определенного уровня то нейрон срабатывает и мы имеем тогда сигнал на выходе спайк вот такая идея что смотрите к нейрон это некий пороговый сумматор ну или если точнее там взвешенный сумматор то очень она удобно очень она красиво для того чтобы дальше следующее рассуждение сказать значит если мы будем настраивать веса нейрона мы можем его заставить реагировать на какой-то образ ну вообще-то не совсем на образ а мы можем многомерном пространстве построить гиперплоскость которая нам отделит одну часть явления от других а значит если мы возьмем несколько нейронов то мы можем этими гиперплоскостями посечь пространство так что выделить вот какое-то явление которое нас будет интересовать и соответственно сразу появилась вот такая вот идея что если давайте мы построим вот эти границы затем где-то на каком-то нейроне все это дело опять сложим чтобы получить итоговый результат то мы можем взять и построить по сути очень хорошее очень точное определение которая из признаков которые существуют построить нам некую границу определения для какого-то явления которое нас интересует адаптируете веса мы можем их подогнать так чтобы это определение было вообще так точнее 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 еще точнее и в итоге мы получим вот знаменитая эта история нейрон бабушки да то есть если я узнаю свою бабушку значит где-то у меня в мозгу есть нейрон который реагирует на появление вот эта концепция нейрона бабушки она впервые сформулировалась именно в нейрофизиологии появился вот это формальный нейрон макалака пицца да это вот на стыке как раз там наук и из него-то потом появились нейронные сети то есть потом франк разенлад строит свой пистон где уже показывают и как организовать сеть и как соответственно дельта правилам обучить для того чтобы дальше решать задачи вот из этого дальше растет все что связано с созданием нейронных сетей но при этом вот эта парадигма очень долго сидела и в нейрофизиологии удобная понятная простая дальше получилось интересно что как заведенные программисты продолжают повторять нейронные сети нейрон мозг на нейронные сети копируют работу мозга нейронные сети как бы воспроизводят работу естественного мозга там и вот вот много хороших слов и при этом нейрофизиологи уже давно изучив нейрон глубже поняли что нейрон не работает вообще не работает как пороговый сумма то есть даже близко практически ничего к этому и что нейрон работает что рабочие лошадки нейрона это мембранные рецепторы которые у него на поверхности а у каждого нейрона таких рецепторов чудовищное число то есть один нейрон среднем имеет там порядка там десяти тысяч синапсов а в каждом синапсе несколько сотен кластеров мембранных рецепторов ионных каналов это рецепторы а уже рецепторы могут включать в себя кластер рецепторов может включать в себя так называемые ионотропные рецепторы которые есть ионные каналы которые образуют а есть еще и отдельные каналы, там достаточно сложные. Но фокус в том, что вот эти кластеры рецепторов, объединение нескольких рецепторов вместе, они являются как бы вычислительными. Вычисляют они тоже по хитрому способу, за счет нейромедиаторов, которые спускаются там и так далее. В итоге оказалось, что нейрон это не просто какая-то достаточно просто работающая штучка, а это целый завод, это колоссальный уже вычислитель, причем который не работает самостоятельно, а работает в составе критикальной колоночки, где вся архитектура устроена так, чтобы они могли совместно работать. В итоге получилось так, что архитектура мозга, она вообще не похожа на нейрон бабушки. Но самое-то главное, что она идеологически другая, она не строится вокруг построения определений, она работает со смыслом. А дальше вопрос, что такое смысл, как он устроен и как это все в голове рождается. Давай мы этот вопрос отстаиваем сегодня в сторону, и это очень хитрый вопрос, на нем сломалось очень много копий. Да нет, не такой же хитрый. Ну окей, а можешь тогда кратенько сказать свое мнение на тему, что такое смысл? Есть определения, которые можно сделать, задав признаки. И это замечательная штука, и в принципе это хорошо. Это работает, но до какого-то момента. То есть, что плохо с определением? Мы же пытаемся не формальный мир исследовать, не какой-то мир, который, скажем, создан в компьютерной игре, где есть алгоритм, который исчерпаем. А реальный мир, реальный мир, он практически не исчерпаем в своем многообразии. И любое определение, оно остается всегда неполным. Оно не может этот мир вот на сто процентов постичь. То есть, оно может идти там на уровне, давайте, 90, 91, 2. Очень быстро 90 процентов достигается. А потом каждый процент, начиная там с 97, начинает даваться просто мучительно за счет экспоненциального роста параметров. И все равно на уровне там вот 99, там где-то мы застываем. А это страшно, потому что, например, тот же беспилотный автомобиль, он хорош, если мы в нем уверены абсолютно, а не если вы уверены на 99 процентов. Что у него может в какой-то момент вдруг случится там завихрение, и он, ну, беспилотный автомобиль едет по трассе, и все вот красиво вроде бы. А когда он уезжает на перекресток, где каждый себя ведет так, как считает нужным, должным, более того, друг другу все там чуть ли не подмигивают для того, чтобы понять, как этот перекресток проезжать, начинает беспилотный автомобиль безнадежно тупить, начинает ехать черепаш по черепаши, потому что он не понимает происходящего. Потому что понять намерения водителей, логики в этом нет. Каждый, потому притормозил, не притормозил, потому ускорился, не ускорился, потому рукой тебе махнул, не махнул, улыбнулся, не улыбнулся, ты понимаешь, пропускают, тебя не пропускают, ты чувствуешь, как надо ехать. Вот эти вот вещи, они встречаются постоянно. Все. Упирается вопрос определения, потому что никогда не задать все вот это будет. И есть, соответственно, альтернатива. Есть альтернатива. Когда появляются вот эти определения, то среди тех явлений, что удается увидеть, есть действия. То есть, когда с неким явлением связаны действия. Когда что-то совершается. А когда что-то совершается, оказывается, что есть картина до и картина после. Было то, что было до, то, что было после. И дальше оказывается, что очень многие вещи, которые вроде как даже действиями не являются, все равно за собой действия содержат. Любимый мой пример, это представьте, что вы хотите понять, что такое стоп. Так. И для начала вы замечаете, что есть объекты, у которых много общего. У которых есть четыре ножки, у которых есть некая горизонтальная доска. И просто по вот этим признакам вы говорите, ну, так, наверное, это стоп. Потом вы начинаете обобщать, что столы бывают разные. Не обязательно четыре, бывают три ножки, бывают там ножки гнутые, бывают ножки прямые, бывают разные поверхности, круглые, прямоугольные. И все это тоже столы. Вот этим перечислением вы говорите, столы, столы, столы. Но в какой-то момент, наблюдая за столами, появляется вдруг такое действие, что оказывается, на столе удобно оперировать предметами. Что оказывается, если в присутствии стола я сдвинул предмет, и он остался удобно стоять, и мне удобно дальше оперировать и расставлять, это всегда свойство стола. И в этот момент возникает так называемое функциональное определение, определение через функцию предмета, определение через действие, которое совершается в присутствии этого явления. Мне удобно оперировать предметами. И это уже следующий принципиальный такой шаг. Но дальше оказывается, что можно построить контекст, связанный с таким явлением. А контекст это такая штучка, когда у нас есть картина до и картина после в присутствии некоего явления. Мы строим правила толкования тех понятий, за которыми мы наблюдаем. Вот что такое правило толкования? Когда мы, например, хотим в нейронных сетях, сверточные сети, понять, что у нас вот здесь находится какая-то фигура, мы ее запомнили здесь, а потом мы берем и смотрим вот этого ядра свертки в разных позициях. И если оно пришлось сюда и совпало, мы говорим, смотрите, мы здесь узнали. Так вот, по сути, то, чем мы занимаемся, мы меняем толкование тех точек, из которых состоит вот эта картиночка. Мы берем и как бы перемещаем. А давайте приведем вот эту точку, говорим, и вот сюда, к центру, где мы ее знаем. Была одна точка, стала другая точка. Или в языке, когда мы хотим понять смысл предложения, все слова многозначны. мы должны взять и заменить слово его трактовкой, его толкованием в том понимании, которое сейчас должно быть. И в том контексте, в котором оно находится. В том контексте, в котором было сказано предложение. Если мы находим нужный контекст и заменяем те слова, которые сказаны, на их толкование в этом контексте, мы получаем осмысленную фразу. До этого момента просто предложение. Вот эта идея, что давайте построим для контекста правила трактовки, она оказывается очень продуктивной. И удается тогда построить для всех явлений, которые меняются в контексте, правила толкования, наблюдая просто за проявлением этого явления. А наблюдаем как. Мы же знаем теперь определение, что стол – это то, на чем удобно видеть предмет. И тогда у нас возникает контекст, связанный с этим понятием, с явлением стол. А в контексте существует такая очень красивая процедура проверки, корректна ли трактовка, которая получена. Она для того, чтобы быть корректной, должна быть похожа на что-то, что у нас уже содержится в памяти. Мы имеем жизненный опыт, мы знаем все, что мы видели. И если вдруг что-то такое кривое, косое в контексте получило трактовку, и эта трактовка оказалась разумно, понятно, неважно, какая она получилась, главное, что она стала похожа на что-то разумное. Мы говорим, так значит, сам контекст тоже присутствует в этот момент. У меня прямо разбегаются мысли. Очень много интересных. Получается потрясающая штука. В итоге получается, что мы можем узнать явление, контекст, даже если нету ни одного из тех признаков, которые были изначально. Стол – это столешница, ножки. нету теперь ни одного из этих признаков, но мы можем легко узнать стол. Мы пришли в лес, пенек, на пенек поставили стакан, это у нас уже стол. На компьютере, на рабочем столе, как мы его называем, можно удобно двигать иконками, для нас это уже стол. Операционный стол и так далее. Появляется куча столов, которые в принципе, с точки зрения определения столами никогда не являлись. И вот контекст, в чем его мощность? Он вдруг превращается в инструмент, который содержит в себе всю память, весь мир, всю память человека. И поэтому теперь мы можем узнать явление настолько богато, насколько это вообще возможно. Ну, а по мере того, как чем больше у нас опыт, тем лучше мы узнаем разные явления. Но это за собой влечет удивительные последствия. Дело в том, что появляется такая штучка, называется контекстный перенос опыта. Вот так. Если у нас есть картинка, ну, тут надо вспомнить, значит, Фрэнк Разенблатов все время сформулировал, что такое чистое обобщение. Он сказал, вот представьте, что у нас есть на картиночке некий рисуночек, ну, кружочек, квадратик. Как нам научить, чтобы мы узнали этот же рисуночек в другом месте картинки, которая никогда этот рисунок не видела? Так. По сути, идет разговор о том, что нам надо уметь делать перенос опыта. То есть, если мы видели в контексте вот этого места картинку, то неплохо бы ее узнать и в контексте теперь вот этого места, которое никогда эту картинку не видели. А для этого надо взять и уметь перенести опыт из одного места в другое. Так вот, контексты, когда опыт получается в одном контексте, получается трактовка, которая осмыслена, и эта трактовка может быть новая для нас, то есть мы поняли, что она разумная, Но теперь мы ее можем узнать в любом другом контексте, который с этим напрямую даже не связан. И оказывается, что вот этот контекстный перенос, он работает всегда, везде, во всем и дает потрясающую мощность того, то есть если мы научились, я не знаю, готовить борщ, то мы теперь потенциально научились готовить любой суп, меняя какие-то ингредиенты. Если мы узнали что-то там, я не знаю, про слона, то теперь мы узнаем что-то и про бегемота. Нам совершенно необязательно теперь весь опыт копировать, потому что он у нас уже изначально есть. То есть вот это построение контекстов и создание общей памяти, потому что у всех контекстов общая память, оно по сути и создает вычислительную мощность, которая свойственно человеку и, соответственно, сильному искусственному интеллекту. И тогда появляется много удивительных вещей, тогда то, что для меня очень важно, появляется понятие смысл, потому что тогда у понятия, мы же хотим весь мир описать некими понятиями. В мире есть явление, мы каждому присваиваем какое-то, говорим, а это будет имя, и создаем понятие, которое за этим именем стоит. Мы хотим, чтобы у этого понятия был смысл. И вот беда-то в том, что когда мы даем определение, набор признаков, за ним ничего не стоит. За набором признаков смысла нет. Мы не знаем, что дальше с ним делать. То есть мы можем сделать первый шаг – узнать это явление. Второго шага мы сделать не можем. А что дальше? Узнали. Хорошо. Мы говорим, ну хорошо, но давайте смысл как сделаем? Мы построим некую антологию, мы построим графовую модель. Мы возьмем и свяжем друг с другом вот эти явления по принципу «это является прародителем этого», «это является основной частью», «это над этим может издеваться» и так далее. Подпишем, сделаем этот граф, подпишем его, соответственно, ребра. Но такая модель, она оказывается очень убога. В ней нет вот этого, то, что называется, контекстного переноса. В ней нет разрешения многозначности, потому что все слова, все понятия всегда многозначны. Все, что мы видим – беспилотный автомобиль проходит перекресток, он увидел, кто-то машет рукой. Этот взмах может означать что угодно. Может означать «стой», а может означать, наоборот, «едь», а может означать, смотри, там милиционер стоит или полицейский, а может быть, там яма впереди, и надо толкование этому уже придать в зависимости от того, что происходит. Нет никогда ничего однозначного. И вот любая модель, завязанная на определении, в том числе и дальше, вся любая антология, любая попытка сделать какие-то зарусы, это попытка свести понятие к однозначному какому-то значению. Да, какого не бывает. А какого не бывает. И надо уметь с этим работать. А контексты, они как раз это и умеют делать. Контекст, он и умеет брать то значение, давать трактовку, которая именно для этого контекста характерна, получать трактовку, полную картину, которая в этом контексте, и смотреть, насколько эта картина разумна. Если так вот упрощенно на пальце сказать, это выглядит так. Вот у нас есть не два, не три, не десять, а десятки тысяч, сотни тысяч контекстов. И мозг, воспринимая какую-то картину мира, какую-то информацию, берет и строит вот в каждом контексте свою новую модель мира. То есть контексты существуют, трактовка. Мы как бы параллельно проживаем одновременно сто тысяч жизней, сто тысяч альтернатив. Так устроена кора. Вот критикальная колоночка коры – это и есть контекст. Одна колоночка, сто нейронов, мы показали как раз, как это устроено на уровне нейрофизиологии, реализует вот этот процессорный контекстный модуль. И преобразование, и память полностью содержит, и проверяет адекватность этой памяти. И вот когда на коре таких колоночек под миллион… Но их 300 миллионов, насколько я помню. Их 300 миллионов, насколько я помню. Кора делится на зоны. И дальше мы… Зона коры – это вот как бы отдельное такое пространство, которое работает с однородной информацией. Ну да. Дальше эти зоны уже проецируются друг на друга, это тоже такая вот как бы многоуровневая архитектура. Более того, есть зрительная кора, которая колоссальная. Это 10 на 10 сантиметров колоссальная по размеру, потому что остальные там, ну там, сантиметр на сантиметр могут быть. Ну да. Ну их там трудно сравнивать по количеству, но в среднем вот миллион – это где-то там для зоны коры. А кроме того, есть мужичок, который тоже на самом деле состоит из колоночек, просто они покороче, а нейронов в мужичке несколько раз больше, чем в коре главного мозга. Поэтому тут там все очень хитро, если мерить. Но тем не менее, условно, вот как бы есть зоны коры больших полушарий, и вот если взять там какую-нибудь типовую зону, миллион этих колоночек, миллион альтернатив, которые одновременно, параллельно рассматриваются. И та, в которой получается трактовка наиболее адекватная, она и оказывается результатом, который нам говорит, что же мы сейчас видим. А остальное остается подсознательной работой мужики, которую мы даже не воспринимаем. То есть мы живем одновременно там миллионом жизней, но этого не чувствуем. И только одну из них, которая реализуется, мы говорим, вот смотрите. Это очень упрощенный подход, потому что на самом деле там все сложнее, там гораздо интереснее эта архитектура, но вот совсем если просто, то приблизительно так. Все как обычно. Проживаем миллион жизней, смотрим, что из этого выходит. Да, тех наших зрителей, которые заинтересовались этой темой, предлагаю прочитать не только книги Алексея, про которые я уже упоминал в самом начале, но и, соответственно, книгу Хокинга, Джеффа Хокинга об интеллекте и Рэй Курцвейла. У Курцвейла тоже есть книга на эту тему, «Как мы мыслим, по-моему, что это такое». Как раз где вот эта архитектура очень подробно описывается. Ну, не эта архитектура. Надо аккуратненько. Не эта архитектура. Похоже, похоже, да. Алексей, можно тогда такой вопрос, не знаю, хватит у нас еще времени на более интересный, но вот мне такой вот. Ты сейчас очень много говорил про ту архитектуру, которая у нас там в голове. Это так называемый подход в искусственном интеллекте, который называется BICA. Brain Inspired Cognitive Architecture. От специалистов, инженеров, ученых, которые работают в области AGI, нужно ли нам присматриваться к этой самой BICA, брать ее за основу, или есть какие-то альтернативные варианты. И если нужно брать за основу именно BICA архитектуру, то нужно ли нам смотреть на все, что слепой часовщик за миллионы лет своей работы напроектировал там, так скажем, напроектировал? Ну, на две такие части. Надо ли нам сразу бросаться? Всем, наверное, не надо. Те, кто водят автомобили, пусть водят. И автомобили нужны хорошие. Если ты задачу собой поставил сделать АГИ, универсальный искусственный интеллект, или сильный, в той формулёровке, которая мне ближе, то на самом деле альтернативы тому подходу копирования, как работает мозг, даже слово «практически лишнее» не существует. Вся проблема, что задача, которая стоит, это задача побороть комбинаторный взрыв, который очень быстро возникает в реальном мире, когда растёт число параметров. И математику на самом деле никто обмануть не смог. Комбинаторный взрыв не борется. То есть вот и хотелось бы. Более того, вначале кажется, что всё так хорошо работает, потому что пока мы не подошли к реальному миру и работаем в песочнице, и число разнообразий, скажем так, которое у нас есть невелико, нейронные сети просто за счёт того, что мы можем перебрать все варианты, запомнить, шикарно работают. И кажется, создаётся вот такое ощущение, что ну всё, теперь просто немножко выше, дальше, сильнее, компьютер помощнее, памяти побольше, данных там покруче, покруче, и мы сейчас там раздолбаем всё это вот этой ковалой. Но математика – злая штука. Экспоненты никуда от неё не тянешься. Иногда и факториалы настолько выстреливают в космос, что вот эти последние там доли процента не добираются никогда. И более того, их даже потенциально нельзя добрать. Вот как бы ты ни хотел это сделать. И из-за этого ты должен смотреть архитектуру, которая позволит тебе свернуть это многообразие. То есть взять и прологрифмировать его каким-то образом. А вот контекстно-смысловой подход, вот то, что сделала природа, он и позволяет взять и многократно свернуть это многообразие. И других вариантов-то особо нет, потому что ведь в своё время такой вот Эверест Галуа, который там математике посвятил всего три года, умер 20 лет, но тем не менее стал одним из величайших математиков мира. Он первый же ввёл вот эту историю, теорию групп, да, и показал о том, что смотрите, оказывается, и в математике есть невероятная кувалда. Мы совершенно не обязаны изучать всё подряд и тратить там жизнь и столетие на изучение. А мы можем показать, что, оказывается, если между двумя группами можно построить некое соответствие и показать, что одна группа при определённых условиях эквивалентна другой группе, то всё, что доказано для одной группы, мы можем теперь использовать для другой. Это и есть тот самый контекстный подход. И с помощью этого подхода математика на самом деле и добилась тех колоссальных успехов, потому что никто не пытается в каждой области всё начинать с нуля. Главная задача, которую делает математика, это мучительно пытается, если есть какая-то новая область, показать, как можно вывернуть наизнанку так, чтобы свести её к уже известному. А как только мы это сделаем, всё богатство того, что там известно, можно будет применять здесь. По сути, это означает, что если мы сможем сделать контекстный перенос, всё, мы победили эту область. Потому что теперь мы дальше уже там будем что-то добавлять, но это уже будет гораздо легче, чем если бы всё начинать всё с нуля, своими символами, своими формулировками, со своими вот теория групп, из неё теория решёток, дальше анализ формальных понятий. Всё это направление, оно вот уже намолено. Ну да, но не зря теорию категории придумали именно для этих целей. Более того, оказывается, что вот когда мы уложили вот эту контекстную смысловую модель, оказалось, что она практически вот тождественно модели квантового мира, что принципы квантовой механики, вот все, которые существуют, работают в этой модели, что она и реализует вот эту модель квантового мира. Многозначность, дискретность состояний, запутанность состояний, вероятностный выбор и так далее, эволюция волновой функции, всё вот в этой модели всё есть. Причём это неизбежно, потому что когда ты встаёшь на рельсы, давайте-ка искать из смысла, давайте говорить, что понятие – это не определение, а точка зрения, потому что что такое контекст? Это точка зрения. Мы меняем точку зрения, в новой точке зрения мы получаем, что одно и то же мы вдруг видим уже по-другому. Ну да. И когда мы перед собой что-то видим, вот мы увидели, мы видим некую проекцию, а контекст, он может из этой проекции, это наше умение из этой проекции, сделать как бы виртуальный поворот камеры. А как вот то, что мы видим, будет выглядеть виртуально, если мы изменим точку зрения? Нам для этого не надо физически менять точку зрения, а мы как бы научились её виртуально менять. А затем, вот то, что видим, мы пытаемся во всех точках зрения посмотреть, вдруг с какой-то мы его уже знаем, это явление, с какой-то стороны. И если это удаётся, мы говорим, вот смотрите-ка, узнали. Вот такая история смены вот этой точки зрения и одновременный взгляд сразу со всех сторон, и найти тот один-единственный, который оказывается продуктивен. Это вот как раз задача, которая стоит. Алексей, я прошу прощения, у нас остаётся буквально 4 минуты. Всё это интересно. Я догадываю предложение до конца. Да, да, да. Если уж природа, которая создавает живых существ, у меня миллиарды лет революции, мало того, что миллиарды лет, так ещё и триллионы особей, которые одновременно, параллельно всё это вели, разных животных, разных организмов, пришла вот к этой архитектуре. Более того, если физический мир, квантовый мир устроен на этой архитектуре, а ведь это тоже не случайно, когда мы говорим, что к вам Вселенная умеет вычислять, как двигаться частицам и так далее, это же не чудеса, которые Вселенная делает. Это значит, за этой Вселенной следует какой-то вычислитель, который просто имеет те алгоритмы, которые позволяют эти вычисления эффективно делать. Вот то, что мы хотим сделать квантовыми компьютерами, это, по сути, мы хотим присоединиться к этим вычислителям, задействовать их. Но эти вычислители, есть подозрение, что работают по такому же принципу, как и мозг. Потому что фокус-то именно в том, что они сталкиваются с той же проблемой, невероятной коминаторики, её надо как-то разрешать, и тогда возникают принципы квантовой механики со всей этой дискретностью, со всеми этой неопределённостью и так далее, которые позволяют, эти задачи как раз порешать тем же способом, каким мозг решает задачу относительно коминаторики реального мира. Ну, тут я, опять же, могу сослаться, у меня есть там видео, поищите там по этому поиску, по поиску найдёте, которые рассказывают о том, что, скорее всего, наша Вселенная, есть такая теория эволюции Вселенной, что наша Вселенная не уникальное, что-то там сжимающее, расширяющееся, а это организм, который рождается, умирает, содержит свой геном, и этот геном эволюционирует, и что в результате вот именно эволюции неких мира Вселенных, наша Вселенная пришла к таким законам, которые реализуют вот эти квантовые принципы. И тогда это всё ответ на вот тот вопрос, стоит ли искать другие архитектуры, или вот эта архитектура мозга хороша. Если это проверено не только биологической эволюцией, но и эволюцией Вселенных, то значит, это тот самый алгоритм Бога, за который надо цепляться, который надо изучать, и который и надо реализовывать. Навряд ли что-то другое даже близко с этим сравнится. Да, очень интересно. И у меня сразу пришла идея о том, которую я предлагаю нашим зрителям осмыслить на досуге. Вот принимая во внимание всё то, о чём рассказал Алексей, не окажется ли так, что вся наша Вселенная – это сон какого-то великана, который где-то там лежит, и у него квантово-механические штуковины в его неокортикальном мозгу происходит. Всё, на этом я поспешу попрощаться. Большое вам спасибо, Алексей, за то, что присоединился к нам. Спасибо всем зрителям, которые смотрели нас. Пишите в комментариях, что вы думаете на эту тему, задайте вопросы, постараемся ответить. Алексей, спасибо. Всем всего доброго. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok